здрасте всем здрасте 19 59 меня зовут игорь паньков я ведущий тренер шоу на нашем радио подъемники как обещали вам в 20.00 ко мне должен присоединиться александр робок я сейчас буду внимательно следить чтобы сашу не пропустить вы уже наверное привыкли к нашим прямым эфиром мы общаемся нашими музыкантами с известными актерами с нашими друзьями которые также как и вы мы надеемся сидят дома на самоизоляции и рассказывают о том как проходит их жизнь в наших современных реалиях александр как только присоединиться я его добавлю можно задавать свои вопросы если я их увижу в огромном количестве потоки просто сообщений то я обязательно их прочитаю супер актер конечно тут видимо не все привыкли еще до судя по комментариям пока вы добавляетесь пока мы ждем сашу как бы его не пропустить тут я небольшой знаете специалист в этих трансляциях поэтому могу чего-то делать не так но вроде совсем получалось ну пока нет саша будем ждать его присоединение к нам так так саша робок ход есть и есть саша добавить сашу ожидайте соединение саня привет игорь здорово привет всем в темноте там сидишь только лицо твое видно где-то там самоизолирован самоизолировался но так удобнее я знаешь уже несколько в течение последних не там двух недель много прямых эфиров и я как-то уже так выстроил себе какое-то пространство в котором удобно существовать чтобы не отвлекало есть настольная лампа есть телефон но ты как профессиональный актер и режиссер и продюсер знаешь как настроить свет чтобы все выглядело фирменно и красиво я сразу к делу сань во первых давай начнем с главного сегодня если я не ошибаюсь на тнт премьер заходится необычный ситком вышел уже да да вышел в изоляции сидя дома да сидя дома в формате скринлайв да это называется тема это когда все действие фильма происходит на гаджете ноутбук планшет или телефон ты можешь рассказать про сериал что нибудь про этот проект но вообще проект очень быстро сделали и это было такое быстро интересное сотворчество в общем мы сделали наверное все это за десять дней полностью от момента того как мы собрались часть актерской компании режиссер оля фрэнкель гошу куценко сценариста маша миронова мы пока мы понимали что мы хотим делать мы понимали что в общем сейчас вся страна весь мир сидит дома для всех это актуально все общаются через зумы ватсапы чаты скайпы и в общем для всех это уже такая норма созвониться вечером с друзьями выпить по бокалу вина либо кого-то поздравить с днем рождения в общем это созвониться с родителями с родственниками вот и мы придумали историю в общем подключился отправили ее в общем на руководству платформы премьер валерий федорович и женики шоу и понравилась очень эта история в общем они быстро очень во все это включились здесь именно нужно было сделать это здесь и сейчас оттого что это было изначально это был творческий заряд это не было что вот мы снимаем сериал тогда бы это все наверное было сложнее сложнее бы все это делать потому что тогда бы подключилась все это делали бы серьезно согласование с руководством утверждение актеров и так далее и так далее а это было все очень спонтанно это было все зарубились только со творчества чтобы это сделать весело и прикольно и в общем и это был основной движок а дальше уже все это превратилось в большой проект дальше уже подключились большие продюсеры подключился премьер-студио 1 2 3 продакшн и в общем сегодня вышел вышла в эфир серия на тнт на премьер платформе в четверг выходит на уже на тнт онлайн в смысле на канале в 20 30 я посмотрел 20 30 в четверг будет на тнт а сейчас уже лежит серия на плат на платформе премьер и уже какое-то невероятное количество просмотров отзывов ну в общем получился похоже очень веселая история народу она заходит она и нам заходит в общем вот читаю комментарии сейчас уже некоторые посмотрели и говорят что потрясающий сериал я напомню называется он сидя дома тнт премьер платформа ну и на канале тнт соответственно в четверг в 20 30 а скажи вот ты уже назвал эту цифру я просто удивился от момента идеи до момента премьер 10 дней вы реально писали на телефоны да реально писали на телефоны ну то есть мы как бы разработали некую некую концепцию как это все должно быть потом конечно подключился здесь слаженность сработала то есть наша как бы актерская творческая режиссерская сценарная с тем что к этому подключился такой мощный продакшен премьер студии 1 2 3 продакшен где там необходим был слаженный механизм именно пост продакшена то есть это нужно было все смонтировать и мы придумали как это монтировать когда на удаленке все находятся это все долго ну то есть если монтажер там компьютерщик там там айтишник там то это все сложно нужна была сложная как бы слаженная команда людей которые друг друга понимать с полуслова вот и поэтому весь этот интерфейс этого некого зума да или там skype он полностью придуман то есть мы не писали это в зуме мы это отдельно все снимали и потом придумали этот интерфейс он понятно похож чем то на skype на зум там еще что то но то что там происходит это все монтировалась и делается ну и плюс там звуки какие-то там вообще все что связано с этой программкой которая существует вот поэтому да с момента до эфира вот с момента придумки задумали мы это в прошлую пятницу и в общем вот во вторник был эфир ну я в понедельник он в понедельник уже была готова полностью серия к эфиру она вышла в ноль-ноль сегодня же у нас вторник да она вышла вчера ночью ну в смысле с понедельника на вторник слушай я понимаю что у тебя много сейчас эфиров в инстаграме и все спрашивают приблизительно одно и то же но расскажи для наших подписчиков тоже как ты где проводишь режим самоизоляции у меня где-то в середине марта закончился последний проект я снимался в новогодние истории для нас следующий год у славы роса и все проекты которые были запланированы на март апрель май соответственно все заморозились ну в общем как везде все остановилось вот и мы в общем семью с детьми уехали за город вот на даче ни с кем не общаемся то есть держим изоляцию потому что я на самом деле очень серьезно к этому отношусь вот сегодня там я в фейсбуке сейчас появились в фейсбуке эти окошечки да ну то есть как ты можешь там свою фотографию добавить что там ребята оставайтесь дома там ты можешь спасти жизни там где есть разные люди по-разному реагируют типа вот что сидеть дома там это правительство это чиновники вопрос не в этом вопрос том что ты можешь являться потенциальным убийцей даже если в тебе предположим там огромное количество здоровья и этот вирус на тебе отразится так что ты там почихаешь два-три дня то ты можешь быть разносчиком и ты можешь быть опасным там для бабули из соседней квартиры или из этого же подъезда поэтому в общем это нужно очень к этому серьезно относиться ну вот и в общем мы уединились вот пользуемся наверно как все доставкой какой-то там лайк валберис еще что то ну то есть какие-то необходимые вещи закупили вот но так в общем что не унываем дети вот сегодня весь день оля жена со степой с младшим моим сыном заклеили какие-то поделки что-то красили вырезали многие родители ну наверное в фейсбуке видео и во всех соцсетях шутят на тему того что они ждут не дождутся когда карантин спадет и когда все дети отправятся в школу в детские сады это все есть это есть все в сериале сидя дома поэтому посмотри тоже в общем он очень актуальный про всю нашу про жизнь которая сейчас а скажи пожалуйста по поводу актуальности вот тут спрашивают когда и будет ли продолжение эпидемии я сейчас не про эпидемию коронавируса да 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 но по она планируется но в общем эпидемия это наверное один из таких сложных проектах вообще был то есть он очень сложно постановочный сам по себе проект он очень долго снимался к нему очень большая подготовка долго писал сценарий и съемочный период был очень тяжелый потому что все снималось зимой в основном все на натуре всегда в кадре огромное количество артистов там насколько нас три семьи да мы практически все время в кадре да там в основном то ночные съемки и так далее так далее то есть кто видел проект видели что в общем он очень круто снят и с точки зрения постановочной операторской вот поэтому сценарий пишется вроде как должны снимать но сейчас вообще не понятно что когда будет снимать но продолжение будет а уж когда и что в нем будет наверное знает только рома кантер сценарист слушай по поводу эпидемии по поводу коронавируса сейчас готовился к интервью с тобой и читал новости одна из последних новостей о том что значит мужчина увидел двух загорелых парней в магазине и вызвал полицию подумав что они не соблюдают режим самоизоляции карантина а вернулись недавно с отдыха пока полиция ехала они уже ушли но просто вот абсурдность до чего мы дошли на днях была тема что дедушка 80-летний из барвихи по моему позвонил в полицию и пожаловался на своего внука который привел женщину к ним домой и тоже нарушается режим самоизоляции полиция правда там по моему внука и женщину забрала просто в какое время мы живем я ты знаешь я тебе скажу я я все приветствую мы тоже вчера только с друзьями зумились общались и тоже мне джимал тут рашвили ходил в магазин у него там под под домом магазин азбука вкусом что-то ходил и стоит женщина молодая там но ей лет 30 она там с брызгалкой она каждый пакет пробрызгивает на кассе в перчатках в маске все я говорю слушай но мы же не знаем что мы не знаем она может быть живет с мамой а мама там возрастом под 70 80 лет и я лучше мой персонаж вот в проекте в нашем сидя дома говорит что лучше перебзеть чем недобзеть я совершенно к этому нормально отношусь понимаешь потому что когда ты понимаешь ответственность за близких за своих ну как бы лучше действительно тысячу раз перестраховаться у меня мама в москве и там сначала марта мы изолировали там внуки я там пока был в москве взял сейчас внуки сестра там приносит продукты ей ставят под дверь и уходят и она забирает и у него там все эти брызгалки она все пробрызгивает ну потому что мама как раз в зоне риска в возраст зона риск и в общем сколько нужно будет сидеть на карантине значит столько и нужно а скажи пожалуйста ты получил пропуск который с завтрашнего дня начинает работать в москве и московской области нет я не получил он мне не нужен почему ты будешь там сидеть я нахожусь на даче в общем все мои здесь со мной вот кто мог кто не мог значит где-то там да то есть все родственники где-то там сидят поэтому выезжать не в москву не надо съемки сидя дома мы снимаем из дома вот каждый актер находится в своем убежище поэтому ну если понадобится я наверное выпишу я лишний раз не хочу подвергать опасности своих близких поэтому если совсем припрет конечно сделаю пропуск там и проеду схежу в москву но я сделал себе ну я езжу на работу на эфир и мы сделали пропуск ну на месяц рабочий пропуск и первый день там этот сайт лежал потом с помощью смс можно было достаточно быстро сделать но сегодня читал новость о том что хотят аннулировать там чуть ли не 900 тысяч таких пропусков потому что неправильно заполнены или организации которых не существует организации не существует и там не туда ехали на что-то ну слушай я думаю что как система наверно отработается ну в общем понятно что те кто связан с работой ну безусловно там нужно получать рабочие пропуска и в общем это ну вам сложнее вы находитесь в зоне риска ну в плане того что вам приходится выезжать на работу и в общем слушай я сейчас наверное буду капитаном очевидности но вот сейчас принято ругать все меры которые предпринимаются но их так называемые полумеры а тебе еще никто из друзей не предлагал баллотироваться в мэры москвы нет мэры москвы мне не предлагали брать баллотироваться мне после выхода домашнего ареста на полном серьезе звонили с двух крупных партий и предлагали баллотироваться в губернаторы губернатор на полном серьезе да вот вот причем все разъясняли что в общем все сделаем народ за вами пойдет и так далее ну слушай после такого ошеломляющего успеха домашнего ареста и после других нет не губернатор не губернатор что-то там одно одно было одно было предложение здесь в москве когда вот были выборы в московскую думу а другое было в мэры ну там в северных краях вот в мэрах мне кажется если бы ты согласился я отказался я отказался и позвонили пашки деревянкой а а вот там в общем они далеко в лес не ходили понимаешь в общем понятно слушай но я ну сейчас шутки шутками но уверен вот если бы такое случилось если бы ты вдруг захотел особенно после домашнего ареста практически все бы проголосовали за тебя это сто процентов это вот знаешь лучший рекламный ролик для предвыборной кампании кандидатов в мэры в губернаторы в депутаты куда угодно скажи пожалуйста так как проекты сейчас заморожены ну я имею ввиду съемки может быть вы успели что-то снять или сделать и в ближайшее время появится ну до всей этой темы с самоизоляцией еще какие-то проекты кроме сидя сидя дома ну ты знаешь есть проекты которые есть проекты например которые где я снимался которые сданы на каналы да но они просто еще не были в эфире а так вот то что снималось в последнее время зимой же вообще не так много съемок вот и в общем то все это резко остановилось поэтому я знаю какие-то проекты успели доснять может быть что-то выйдет в общем сейчас нехватка получается и в эфирах учитывая что все сидят дома все в общем юзер телевизор и все платформы и все сайты и все сейчас все активизировались сейчас я знаю там практически все платформы все каналы хотят запускать вот такой проект как сидя дома то что мы сняли просто мы оказались как-то во главе с премьером и с тнт просто быстрее всех это сделали контент нужен нужно что-то новое а если он зайдет вы будете вот ну и там карантин продолжится будете продолжать снимать ну 21 апреля уже вторая серия выходит и раз в неделю будет выходить серия и мы прям снимаем под эфир вот и работает сценарная группа и в общем все это кадруем обсуждаем что как в общем я думаю не быстро закончится карантин так ладно давай о грустном не будем мы тут с другом максимом логашкиным общались куда уж без него вы сейчас как поддерживаете виртуальную связь по вечерам да но если ты сейчас видел его инстаграму там там сейчас мы с ним разговаривали он как раз все не могу в одной руке люля жарю в другой значит угли раздуваю в общем я просто сейчас видимо не успел готовился к нашей трансляции но я вижу постоянно он занимается спортом с сыном играет в футбол и вообще такая семейная дачная идиллия да ну у нас просто у нас с максом сыновья младший у меня степа у макса луч лука они одного возраста они такие два закадычных друга и они просто у них 25 вентиляторов то есть и в почему я вообще съехал за город потому что три дня побыв дома в изоляции ребенок уже был до этого там недели две в садик не ходил я понял что просто квартира может быть разнесена то есть потому что уже ушел там бассейн ушел садик ушел друзья ушли там ногу он ходит гуляет парке все все это все нету заперти дома в нем столько энергии что в общем он уже стал неуправляемый никакие замечания строгости и повышение голоса наказание не работает все просто я хочу веселиться я хочу что-то делать подушки одеяло скотчем перемотана вся квартира везде какие-то пропуска требует он от нас и в общем все нет актуально в общем мы уехали и макс сейчас уехал тоже за город и хоть как бы чтобы слава богу у кого из дачи в общем это большое спасение сложнее тем кто конечно в москве остался да в квартирах сейчас очень тяжело я просто тоже за городом и ну хотя бы можно выйти просто подышать с ребенком ну и просто вокруг дома походить погулять потому что ну в квартире я был на самоизоляции у меня жена вернулась из-за границы и как порядочный человек села на карантин детей отправили к бабушке а так как бабушка у нас пожилая я работаю значит домой мне нельзя там жена у нее карантин бабушки с детьми нельзя ну по понятным причинам я отдельно жил две недели пока не закончился этот срок и живу в квартире я вот один знаешь чуть не повесился там конечно хоть и работал но все равно дальше вот двух недель я не знаю что бы со мной было а что вы делаете вечерами я имею ввиду с семьей у вас какие-то да вот я тут вижу пишут александр выпиваете по вечерам я же живой человек в конце концов мы же живые люди ну да ну так как мой любимый напиток вино поэтому я да я немножко подзатарил чтобы было все вообще все все есть сценарий все есть в фильме которые мы снимаем поэтому там все это цитаты уже он сейчас в инстаграме что затарил на месяц три дня прошло и все уже закончилось завтра уже начну водой разбавлять а алкоголь у нас по моему по закону запрещено доставлять если есть уловки не сомневаюсь у вас у известных людей они конечно же есть скажи вот ну когда уже посмотрели все фильмы ну там поиграли во все игры чем ребенка занимаешь чем вот занимаетесь вечером я сейчас не говорю про взрослые развлечения вот именно с ребенком слушай ну мы выходим гулять во двор вот играем в дартс играем в футбол в общем собираюсь сейчас заказать несколько кубов чернозема заказал валберис семена думаю займу детей ну да там есть какие-то участки клуба может там посадим лук укроп петрушку ну чтобы чем-то занимать а так в общем читает слушает есть обучающие мультфильмы ну много на самом деле очень мультиков для детей обучающих он их очень любит в общем и слава богу сидит все время ему интересно там он английский учит язык по мультику по мультику ему пять лет в общем он на это залипает компьютер а английский учит по мультфильму даши следопыт не знаю не контролирует не контролирует этим оле занимается вот я в этот момент работаю да то есть когда на улицу выходим понятно там дартс футбол это вместе там выходим на велике по кружку покататься во дворе вот а так ну в общем на самом деле весь день хватает чем занимать хватает читаем книжки слушаем книжки компьютерные игры не даем ну то есть максимум там 15-20 минут в день вот общается с друзьями точно так же по скайпу мы отдаем телефон звонит кому-то из друзей и вот они там могут час сидеть что-то болтать играть показывать друг другу как что построил из лего и в общем в этом плане конечно все эти зумы скайпы и вообще все видео чаты они очень помогают в таком формате жизненном я хотел спросить у тебя следующее когда я спросил у Макса есть ли у него смешная история связанная с тобой он сказал что их так много и он их так часто рассказывал что он даже не знает что ему рассказать я тот же вопрос задам тебе есть ли у тебя какая-нибудь история может быть ты ее рассказывал неважно ну по крайней мере здесь сейчас для подписчиков инстаграма нашего радио может быть что-то знаешь если бы сейчас нас Макс слушал он бы сказал ну давай давай банкуй банкуй была смешная история мы полетели с семьями в Венецию а Макс очень мнительный он очень мнительный человек то есть он все знаешь да люди которые на изменку быстро может садиться и я знаю что он никогда ну на тот момент это был давно он никогда не был в Италии и в общем понимал что его познание в географии мы летим уже приземляемся и подлетаем к Венеции и я говорю ну сейчас главное смотри хорошо погода хорошая неветренная все нормально сейчас на понтоны сядем и все хорошо он говорит что ты в городе какие понтоны я говорю Макс ты нормальный человек я говорю мы куда летим в Венецию я говорю ну а Венеция где стоит и я говорю там как бы аэропорт это взлетная полоса это как у нас военные понтоны там слушает всегда так летали самолеты все просто там есть такой момент что когда самолет садится немножко вот так делает чуть-чуть проседает что волна вот и Макс потом говорит встать да нет я тебе подыграл но он сел на такую измену ну это самая смешная история то есть она не смешная наверное как я ее рассказываю но по оценке Макса и то что он повелся на всю эту историю это было очень смешно мы про Максима Логашкина если вдруг кто-то не понял Саша с Максимом давно дружить сколько вы дружите? очень давно да ну как очень давно наверное не очень ну там лет 25 с хвостиком ну слушай это уже очень давно 25 с хвостиком у тебя я читал в википедии там больше ста фильмов а ты у тебя есть вот свой какой-то счетчик вот ты знаешь сколько сколько фильмов в скольких фильмах ты снялся? нет? нет не знаю а у вас это как-то суеверие какое-то вы не считаете или просто когда это переваливает за сотню уже без разницы нет ты понимаешь ну это работа ты тоже может быть не вспомнишь ты же не скажешь сколько у тебя было эфиров ты же не считаешь да ты считаешь что у тебя есть там интересные эфиры есть менее интересные есть были там интересный собеседник менее интересные я тебе как бы запоминаю, что какие-то плиты тебе дорогие близкие какие-то в общем как-то прошли незаметно ну там раз где-то если я увидел какую-то там картинку вспомнил ааа точно да 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 я там снимался ну то есть ну ты конечно ты помнишь не то что там я забыл не помню про этот фильм конечно ты помнишь их но в общем все делятся на те которые тебе близки любимые те которые в общем менее любимого так — Слушай, я хочу тебе и вообще всей команде, и Максиму я это говорил, тоже сказать большое спасибо за «Шторм». Это вот, наверное, за последнее время, ну, то есть такая картина, которая производит впечатление. — Причем, знаешь, у меня удивительно повезло, я не читал рецензии, которых было очень много, их и сейчас очень много. Ну, знаешь, бывает, ты смотришь в Фейсбуке, пишут про фильм, но ты просто внутри находишься, тебе, может быть, как-то это не очень понятно. А я вот как человек, который далек от кино, я просто потребитель, я зритель, и я вижу рецензию на фильмы, и ты ее прочитал, она хвалебная, допустим, и уже приходишь в кинотеатр или смотришь в онлайн кинотеатр с какими-то ожиданиями. И вот эти ожидания не оправдываются, не оправдываются, не оправдываются. А когда ты ничего не читал, ничего не знал про фильм, просто увидел там знакомых актеров, да, и прочитал там, ну, некое краткое описание, и посмотрел, и ты офигеваешь от того, какая это классная картина и работа. Вот «Шторм» — это вот то, за что вот тебе и всей команде большое спасибо. Игорь, я с тобой соглашусь, потому что для меня вот на сегодняшний момент, у меня, ну, есть много любимых работ, и за последнее время просто было несколько проектов, которые совершенно, ну, другого уровня для меня имея, там, понятно, это домашний арест, эпидемия. Но «Шторм» просто, он как бы попал в меня, ну, он вообще во всех нас попал, я думаю, с Максом ты говорил, что для меня на сегодняшний момент это лучшее, что со мной как бы произошло в актерской профессии и как бы тем, насколько я как бы там доволен работой, да, и насколько мне было интересно. Ну, понятно, что там, безусловно, Боря Хлебников и вообще вся команда, и Наташа Мещанинова со Степой Дивониным, автор сценария, в общем, все это как-то все сошлось. Это была какая-то невероятная опыт, невероятная работа, а еще-то они параллельно снимались, «Штормы» и «Эпидемии» снимались параллельно, и «Эпидемия» снималась там километров 50-100 от Москвы, часть, а часть снималась там в «Апатитах». А «Шторм» в «Кронштадте», по-моему. А «Шторм» снимался в «Кронштадте», да, и так как два проекта были параллельно, у меня в течение там трех месяцев не было ни одного выходного, то есть я отказался летать на самолетах, потому что понимал, что на самолетах вообще можно, ну, ты не будешь высыпаться, я ездил только на поезде, потому что на поезде ты можешь лечь и точно знаешь, что ты там 7 часов проспишь. Вот, я не ездил на «Сапсанах», ездил там поездами. У меня было так, что я иногда приезжал в Москву, я приезжал из Питера в Москву, меня забирала машина, я ехал на площадку «Эпидемия», вечером меня машина привозила на вокзал, я не успевал заехать домой, просто физически, везли еще пробки, да, и я улетал в Питер. Я звонил, я говорю, ну, вот, я побыл в Москве, я сейчас уехал в Питер, я мог так неделю не появляться дома, хотя я мотался там два дня в Питере, три в Москве, три в Москве, два в Питере, то есть это вот так все три месяца было. Ну, в общем, единственное, что хорошо, что я, когда начались эти проекты параллельно, я понял, что единственное, от чего придется отказаться, это полностью отказаться от любого спиртного. Вот, это два проекта, которые были полностью на сухую, потому что, ну, я понял, что, и когда нет ни одного выходного, это нельзя делать, ну, в период работы, потому что, ну, организм даст сбой, а тебе негде будет черпать силы, потому что ты максимум можешь что-то, что себе подарить, это семь часов сна, так как мы же полумерами не умеем, мы же не можем там бокальчик льна. Понятно. Сань, слушай, спасибо тебе, во-первых, огромное, что нашел время, поговорил со мной, я желаю всем нам и тебе, и твоей семье, и всем близким знакомым здоровья, давайте будем оставаться дома, и давайте будем беречь всех окружающих, поэтому хочется сейчас ко всем обратиться, еще раз это сказать, быстрее все это закончится. Ну, хочется в это верить. Я не знаю, я не вирусолог, я не специалист, но очень хочется верить. И еще раз посмотрите «Сидя дома», сериал «Сидя дома», который на ТНТ-премьер сегодня уже вышел, первая серия, Александр там играет одну из ролей, ну, там вообще прекрасный актерский состав у вас подобрался. Там сумасшедший состав, там и Аня Михалкова, и Аня Котова-Дерябина, и Гоша Куценко, и Боря Дергачев, Олеся Железняк, Крамер, то есть там, ну, сумасшедшая команда, и очень веселый сценарий. Велкам. Все, доброго вечера, Саш, до новых встреч, пока. Спасибо, спасибо, пока. Пока-пока. Пока-пока.